Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. 11 августа 2010 года – одна из печальных дат для мусульман Дагестана. Семь лет прошло со дня смерти религиозного деятеля Мухаммад Вакиля Султан Магомедова. В связи с профессиональным праздником строителей в республике наградили лучших в этом нелегком деле. Торжественное награждение состоялось в Министерстве строительства. Дагестан имеет все шансы для проведения престижных состязаний европейского уровня, заявил вице-президент Федерации борьбы России Георгий Брюсов. Какова перспектива республики проведения чемпионата мира по борьбе 2018 года – об этом сегодня в выпуске. Посвящение всего себя распространению религии ислам. Именно такими словами можно описать жизнь главного редактора телеканала Махачкала ТВ Мухаммад Вакиля Султан Магомедова. Вот уже седьмой год его нет с нами, но память о нем у мусульман Дагестана не угасает. Исламский деятель внес огромный вклад в духовно-нравственное воспитание дагестанцев. Вспоминая о жизни Мухаммад Вакиля Хаджи, у всех, кто его знал, в памяти всплывают такие качества, как работоспособность, целеустремленность и преданность своему делу. Будучи кандидатом физико-математических наук, он обладал глубоким духовным миром. Рассказывая об исламе, он был искусным оратором, и его слова никогда не шли в разрез с мнением авторитетных ученых. Тем багажем нравственности, которую он накопил в себе, он старался делиться со всеми, являясь и по сей день примером для тех, кто ведет духовно-просветительскую работу в обществе. Очень работоспособный и очень организованный человек. Человек, который жил просвещением. Ему блестящую характеристику дал муфтий-шех Ахмад Хаджи Абдулаев. Мне посчастливилось сделать фильм о нем, и в интервью он как раз сказал смысл того, что он сказал. Мухаммад Вакель был моим помощником, заместителей у меня было много, помощник был один. Это Мухаммад Вакель. Такие люди, как Мухаммад Вакель Сутам Магомедов, всегда вносили весомый вклад в развитие духовного просвещения. Будучи руководителем отдела просвещения при муфтиате Республики Дагестан, он не оставил ни одного учебного учреждения, где бы не были прочитаны религиозные лекции. Особый упор Мухаммад Вакель Хаджи делал на профилактику экстремизма среди молодежи. После 99-го года, когда ваххабиты фактически свое лицо показали, кому был доверен отдел просвещения? Мухаммад Вакель, он собрал людей, самых очень активных ребят, он собрал молодых людей, и они практически не оставили ни одного госучреждения, ни одной школы, в которой не говорили об исламе. Под его руководством и прессоавторстве было издано немало книг по исламской тематике, такие как «Азбука ислама», «Жизнеописание пророка Мухаммада», «Мир ему и благословение». Также он оставил множество статей, видео и аудиозаписей, приносящих пользу людям и по сей день. Где бы он ни работал, на посту главного редактора религиозного телеканала «Махачкала ТВ», руководителя издательства «Нур-Лиршат», он везде полностью отдавал себя работе. Это люди, которые оказались в нужное время, в нужном месте, и которые сделали по возможности все от них зависящее ради того, чтобы в Дагестане люди узнали о чистом исламе в рамках своих сил и возможностей, в рамках тех знаний, которые у них были. 11 августа. Роковая дата, которую навсегда запомнили мусульмане нашей республики в результате покушения Мухаммад Вакиль-Хаджи ушел из этого мира. Но изменилось ли что-то после этого? Та деятельность, та работу, которую вел религиозный деятель, разве она остановилась? Как утверждают коллеги Мухаммад Вакиля, его смерть лишь дала новый толчок всем занимающимся духовным просвещением. То, что они делали, это уже невозможно остановить. Единственное, чего добились те люди, которые, пытаясь устранять тех или иных людей, думая, что они остановят ислам, они, к сожалению, великому не читают книги, во-первых. Во-вторых, они еще больше настроили людей против себя. Потому что они, в том числе, благодаря даже эти убийства сыграли роль консолидации в обществе, объединения вокруг хороших людей и изучения правильной чистой религии. Но все же, когда из жизни уходят подобные люди, периодически чувствуется их нехватка. Многие, кто работал бок о бок с Мухаммад Вакилем, со слезами на глазах вспоминают это время. Но такова участь была у многих в нашей республике, кто самоотверженно, не боясь за свою жизнь, распространял истинные знания об исламе. По-настоящему, геройское ведение жизни почти всегда заканчивается геройским уходом из нее. Таким был Мухаммад Вакилем Сутам Магомедов, навсегда оставшийся примером для всех духовных просветителей Дагестана. Нам их очень не хватает. Единственное, что мы можем делать, просто анализируя то, как они работали, то, что они советовали, черпать из этого и реализовывать уже в жизни. Единственное, что нам остается. А так, что мы можем сказать? Хвала Всевышнему, что Аллах нас сделал теми людьми, которые их знали, которые их любили. И, надеюсь, Всевышний нас объединит рядом с хорошими людьми в месте своего удовольствия. Абдулла Алифьинус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Ежегодно во второе воскресенье августа строители отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии такого события министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики поздравил всех, кто трудится на этом нелегком поприще. В этом году в Дагестане звание «Лучший строитель» присвоено семи специалистам этой профессии. Почетными грамотами архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства награждены шесть человек. Отмечая добросовестный труд и вклад в развитие отрасли, Ибрагим Казибеков пожелал всем строителям продолжать созидать наш край, а своим мастерством приближать к его званию ультрасовременного и комфортного для проживания. День строителя – это и для меня, и для многих-многих россиян, дагестанцев – это такой святой день, праздничный день, потому что мы, создатели, мы стараемся, чтобы жизнь на этой земле была красивее и лучше. Поэтому желаю всем здоровья, благополучия, желаю побольше работы, потому что наша работа направлена на то, чтобы нашим землякам, всем россиянам жилось лучше. С праздником, уважаемые коллеги! Как отметили в министерстве, сейчас в Дагестане большими темпами идет подготовка к реализации двух приоритетных проектов. Это канализационный коллектор и строительство образовательных учреждений нового поколения. Дагестан может претендовать на проведение в 2018 году чемпионата Европы по борьбе. Об этом стало известно на совещании председателя правительства Дагестана с вице-премьером Федерации спортивной борьбы России. Стороны обсудили возможную перспективу проведения чемпионата на территории республики. Подробности далее. Встреча состоялась в правительстве республики Дагестан. Вице-президент Федерации спортивной борьбы констатировал, что Дагестан имеет все шансы для проведения престижных состязаний европейского уровня. Также Георгием Брюсовым было отмечено, что за последние несколько лет возможности спортивной инфраструктуры республики серьезно выросли. Дагестан – это одна из самых спортивных республик Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, борцов, около 42 тысяч борцов занимаются вольной греко-римской борьбой. Это самый высокий показатель по всей стране. Очень часто здесь приезжают команды со всего мира, от Японии до Соединенных Штатов Америки, от ЮАР до Бразилии. И говорят так в борцовском мире, что если ты не победил на турнире Али Алиева, то тебе рано еще претендовать на чемпионат мира или олимпийские высоты. Председатель правительства в свою очередь заверил, что если право проведения престижных состязаний выпадет на Дагестан, руководство создаст максимально комфортные условия для чемпионата. Сегодняшний ваш приезд, как представители Международной Федерации борьбы, чтобы проинспектировать республику, посмотреть, есть ли сегодня условия для проведения чемпионата Европы в 2018 году. Поэтому мы надеемся на ваше объективное мнение, на вашу поддержку. Если на данном этапе что-то у нас не готово, не доработано, мы готовы за это время исправить. В ближайшее время инспекционный отчет будет направлен в Международную Федерацию борьбы, после чего станет известно о месте проведения грандиозного события в мире спорта. Лариана Шемхалаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. Свыше 5000 голов крупнорогатого скота перегнали на летние пастбище в Дагестане. В течение нескольких недель фермерам предстоит перегнать 111 тысяч голов крупного рогатого скота, а также свыше полутора миллионов голов овец и коз зимних на летние пастбище. От Ары в горы ведут около 10 тысяч табанов и гонщиков. При перевозке крупного рогатого скота используют специальные автомобили-скотовозы. Животные во время перевозки должны быть обеспечены доброкачественными кормами, с запасом воды на весь путь следования. Напомним, что в республике перегон крупного рогатого скота на летние пастбище проводится двумя способами – пешим ходом и перевозкой на транспорте. В этом году перегон коров и быков начали с хозяйств Триоретинского, Хунзахского, Гумбетовского, Ботлихского, Цунтинского и Казбековского районов. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Абдула Алиева. МВД планирует сократить срок оформления загранпаспортов. Соответствующие изменения планируют внести в закон, регулирующий порядок выезда и въезда в страну. Насколько именно сократят длительность процедуры получения загранпаспорта, закон о проекте не сообщается. В постановлении правительства Республики Дагестан мемориала Хульго вошел в число филиалов Национального музея Республики Дагестан имени Альбека Тахагоди. Комплекс состоит из сигнальной башни и здания с выставочным залом. В экспозицию входят копии работ художников времен Кавказской войны. На сегодняшний день работы по обновлению экспозиции продолжаются. Свыше 3000 тонн рыбы выловили за полугодие в Дагестане. В этом году с рыбоводных заводов Дагестана водоема было выпущено 138 миллионов штук молоди частиковых видов рыб. На 10 августа текущего года в медицинские учреждения Республики обратились 517 пострадавших от укусов клещей, в том числе 232 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года обращаемость пострадавших от укусов клещей уменьшилась на 10%. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 60 рублей 18 копеек, евро 70 рублей 75 копеек. А на этом у нас все. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашем сайте nntv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!